что означает новозвестное выражение иисус будет крестить вас огнем из-за неправильного понимания этой фразы только в россии трагически погибло несколько десятков тысяч человек сегодня из-за незнания значения этого выражения люди наполняются бесовскими духами ложными духами которые выдают себя за дух святой и практикуют незнамо что окрещение огнем в данном ролике иисус будет крестить вас духом святым и огнем крещение огнем это метафорическое выражение что же оно означает на самом деле есть те люди которые очень усердно молятся за крещение огнем они верят что есть крещение духом и другое переживание крещение огнем которое означает погружение в нечто другое чем дух святой погружение в особую любовь огонь любви или погружение в покаяние здравствуйте с вами сид рот добро пожаловать в мой мир где сверхъестественное естественно мой гость получил откровение с небес который сделает вас худшим кошмаром дьявола в эти последние времена здравствуйте с вами кевин задай не думаю что мне нужно представлять его он много раз был у меня в гостях но когда он рассказал мне о том на чем он работает я сказал ты должен прийти да прийти снова к нам он учит являет и молится за наделение святым огнем и вот тут возникает вопрос а что же такое святой огонь знаешь сид я увидел что на небе много огня бог любит огонь сид я встретился с этим огнем я не знал когда смогу открыть все это на протяжении многих лет я даже не делился своими переживаниями но после встречи с тобой я решил сделать это я видел на небе жертвенники с огнем там были горящие ангелы я также видел сапфировый пол который также был в огне святой огонь это нечто что только есть на небесах мы пережили его на земле в день пятидесятницы через духа святого это часть крещения в духе святом крещение огнем он сказал мне кевин ты должен научить людей призывать огонь и ходить в нем это хождение в покаянии не могу поверить что сказал это все это нужно для того чтобы вы сами пережили встречу с богом пусть огонь придет скажите это пусть огонь придет ко мне повторяйте но есть те сегодня которые категорически не советуют молиться за крещение огнем крещение святым духом и крещение огнем это совершенно разные крещения это слова которые принадлежат иоанну крестителю когда его спросили не христос ли ты он говорит следующие слова нет идет сильнейший за мной я кричу вас в воде а вот он будет крестить вас духом святым и огнем а дальше мысль продолжается лопата его в руке его и он соберет пшеницу в житницу свою вот она крещение духом святым он собирает верующих людей в церковь а солому сожжет огнем неугасимым вот оно крещение огнем крещение огнем это крещение в погибель поэтому когда мы сегодня стоим и благодушно поем ты огнем нас покрести мне всегда хочется сказать не знаете чего просите крещение огнем это крещение в погибель крещение огнем это крещение в гену огненную крещение вечным пламенем суда и кары божьей вот такое вот толкование современные харизматы практикуют крещение огнем в контексте особого какого-то переживания от духа святого особого наполнения каким-то огнем переживанием от божьего духа это происходит примерно вот так полностью его 10 кого увеличение маленько было полностью исцеление принимает я потому что спорю говорю он сказал что я полностью исцелена в россии в 17 веке во время большого церковного раскола когда церковь православная на руси разделилась на староверов старообрядцев и тех кто принял реформы патриарха никона произошло то что около 20 тысяч человек покончили жизнь самоубийством жертвенно сожгли себя они во главе с некоторыми лидерами один из которых был протокол о вакуум они не приняли реформ реформ навязанных православной церковью того того времени официальной православной церкви и протестовали различным образом и морили себя голодом и различными другими способами уходили из жизни но основным методом стало самосожжение и богословским обоснованием для самосожжения стало библейское выражение крещение огнем то есть люди сжигали себя в избах устраивая так называемые гарри и они думали что этим они восходят к богу и переходят в царствие божие посредством крещения огня они верили что это иисус крестит их этим огнем они не хотели соединяться с навязанными им реформами и с практикой православной церкви того времени и они умирали трагической смертью думая что это есть крещение огнем двадцать тысяч человек поверила и поняла что крещение огнем это жертвенное самоубийство и я хочу чтобы вы посмотрели клип о песню где говорится об этих об этой смуте об этих событиях самосожжение старообрядцев староверов в семнадцатом веке как бы на первый взгляд это такой милый клип где сельская местность где люди там вроде за про веру говорят вроде там девочка кул курочек кормит но понимаете правильно смысл под благодатным огнем и огнем подразумевается самосожжение и девушка заботится о курочках понимаешь сейчас она будет сожжена заживо как многие 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 а уже были сожжены на то время посмотрите клип чтобы понять что-то там проект что же там происходило тьма и вела нам свою ладонь свет покинул божие места где мы шли заветами христа даны хоть сами нам этой ночью снизойдет огонь в мир являя облики скита свет молитвы скрепит во перста озарив божий храм покаяние не кануном мимо светового кума ведет во тьме истинна это вера что угонима но спасение придет в благодатном огне свет его очистит тело от скверны пламя сбросит цепи бренных рябков время пронести молитвы сквозь стерни время искупления наших грехов покрывая лики грешных лиц вновь храм антихриста плетей храм огнут сокрыт своих детей взором стрелецких стаи отрекаясь про сырых темниц треск остров и бесили с петель мы избрали огненную купель и вознесение в рай покаяние не кануном мимо светового кума ведет во тьме истинна это вера что угонима но спасение придет в благодатном огне свет его очистит тело от скверны пламя сбросит цепи бренных рябков время пронести молитвы сквозь стерни время искупления наших грехов петель и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока я великану нам мнимо, Святого кума ведет во тьме. Истинно-то вероятно, что угонимо, Но спасенье придет в благодатном огне. Свет его очистит тело от скверных, Плавя сбросит цепи бренных и оку. Время пронести молитвы сквозь терни, Время искупления в наших грехов. Свет его очистит тело от скверных, Плавя сбросит цепи бренных и оку. Время пронести молитвы сквозь терни, Время искупления в наших грехов. А вот такие вот ужасные, трагические события, Ужасные, трагические реалии, Из-за того, что люди неправильно понимали Богословский термин крещения огнем. Так что же такое на самом деле Крещение огнем в Священном Писании? В данном ролике об этом. Поехали! Матфея описывает, что и Иоанн, Крестьянарод, увидел многих фарисеев и саддукеев, Которые пришли к нему лицемерно креститься Без настоящего покаяния И сказал им вот что Порождение ехиднины, Выродки змины, Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. Результат покаяния. И не думайте говорить себе Отец у нас Авраам, Ибо говорим, что и Бог может из камней Вот этих вот воздвигнуть детей Аврааму. Уже из секира При корне дерев лежит Всякое дерево, не приносящее доброго плода, Срубают и бросают в огонь. И здесь, конечно, подразумевает Иоанн Огонь вечный. Это озеро огненное. Это уничтожение полное. Уничтожение вечное. Уничтожение, которое ожидает Многих людей. И дальше Говорит Иоанн Я крещу вас в воде, в покаянии, Но идущий за мною, Говорит про Иисуса, Сильнее меня, я не достоин Понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И кто-то связывает Вот это крещение огнем, Вот с этим огнем, Куда бросают дерево, Чтобы оно было уничтожено. Так ли это? Давайте дальше прочитаем. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его, Продолжает Иисус, В руке его, И он очистит гумно свое И соберет пшеницу в житницу, А солому сожжет огнем неугасимым. И проповедники связывают, Что вот как раз таки Крещение огнем, Это сожжение огнем, Этим неугасимым, Вечное сожжение в озере Огненное Евгении. Итак, к кому обращается Иоанн И кому говорит, Вроде бы на первый взгляд К нему приходят фарисеи, И лицемерно хотят креститься, И он лично им говорит, Ну безусловно, Там огромное количество народу стояло, И все слушали, И он говорит, Вы родки змеиные, По рождении змеиные, Достойный плод покаяния сотворите. Но дальнейшие, Дальнейшие слова, Дальнейшие слова, Они уже относятся к общей массе, Ко всей остальной публике, Ко многим уже крестившимся так же. Иоанн говорит, Уже секира при корне деревь, Лежит всякое дерево, Которое не приносит доброго плода, Срубает, Бросает в огонь, Я, Говорит, Крещу вас в воде, Он говорит, Тем, Кого он крестит. Фарисеи, Они не крестились, Иоанн не допустил их. А Иоанн говорит, Я крещу вас в воде, Вот вы креститесь, И я крещу вас, Тех, Кого он крестит, Обращаются уже, Конечно, К народу, А не к фарисеям, Которых он не крестил, Отказался. И Иисус будет, Будет крестить вас, Духом святым, Вы будете крещены, Духом, И вы еще, Те, Которые вот приняли, Крещение в покаянии, И приняли крещение духом, Он будет воскрестить духом, И еще и огнем будет крестить вас. Как бы здесь нет явного разделения на то, Что кого-то вот духом святым, А кого-то, К сожалению, Огнем. Как бы один и тот же Иисус, И как бы крестит, И духом святым, Одну и ту же группу, Тех, Которых Иоанн крестил, Водным крещением, В покаянии. В Луки, Это подтверждается, Что Иоанн обращается, Уже не к фарисеям, Когда же народ был в ожидании, И все, И все, Смотрите, Все помышляли в сердцах, Об Иоанне, Не Христос ли он? Иоанн всем отвечал, Этому народу отвечал, Как раз таки, Я крещу вас водой, Вот видите, Это выражение, Не к фарисеям, К лицемерным, Которые достойны гиенны и тому подобного, Но те, Кто принял покаяние, И искренне крестился, Не искренне, Не раскаивающихся лицемеров, Иоанн не допускал, Я крещу вас водой, Но идет сильнейший меня, У которого я не достоин Развязать ремень обуви, Он будет крестить вас, Обращается к этой группе, Которая, Не Христос ли Иоанн, Мы ожидаем Христа, Может он Христос, Он будет крестить вас, Духом святым, И огнем, И здесь заблуждение исходит из того, Что как бы вот этот огонь неугасимый Приписывается к крещению огнем, Где слово огонь тоже встречается, Но равные это понятия или нет, Давайте разберемся, Многое и другое, Благовестовал он народу, Поучая его, Это было благовестие, Учение о крещении огнем, Это благовестие, Так же как и учение о огне неугасимом, Что многие люди пойдут туда, И это было поучение, Он благовестовал и получал, Итак, что же за крещение, Дело в том, Что в новом завете в евреях четко написано, Что есть основы христианского вероучения, И одна из основ, Это учение о крещениях, Смотрите, Во множеством числе стоит слово крещение, Их много, И есть крещение, Вот Иоаннова, Которое описывается в Библии, Есть водное крещение, Когда человек погружается во имя Господа Иисуса Христа, Есть крещение Духом Святым, И есть какое-то вот крещение огнем, Это некий другой, Особый вид крещения, Как крещение Духом отличается от крещения водного, Таким же образом, Крещение огнем отличается от этих предыдущих крещений, Подходят ученики к Иисусу, В Марке это описано, Хотя в Матфеи тоже это описано, Он взял Марка, Потому что синодальный перевод Немножко в Матфеи Отличается от оригинальных греческих рукопись, От критического издания Нового Завета, Потому что Марк, Я взял это, Чтобы более точным быть, И Марк описывает, Спрашивают Иисуса, Ученики, Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, Другому по левую, В славе твоей, Но Иисус сказал им, Не знаете, чего просите, Можете ли пить чашу, Которую я пью, Я уже пью, Иисус еще не распят, Его еще не схватили, Но он говорит, Я уже пью какую-то чашу, И какова продолжительность испития чаши, Сколько я пью, Непонятно, Но по крайней мере, Я сегодня уже пью, И вот уже какое-то время я пью, И креститься крещением, Которым я крещусь, То есть крещение, Слово сейчас означает погружение, Погрузить что-то в какую-то среду, Погружение, Не только омовение, Вот люди истолковывают, Ну как бы крещение это омовение, Это погружение в какую-то среду, Погружение, И Иисус говорит, Я уже крещусь, Я уже погружаюсь в какое-то погружение, Это мое погружение, И вы вообще можете ли погружаться В то погружение, Которое я погружаюсь? Они отвечали, можем, Иисус же сказал им, чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которыми я уже сегодня крещусь, будете крести, пока не креститесь, но будете креститься. А да сесть по правую и левую сторону от меня, нет, меня зависит, но кому уготовано. И так Иисус говорил, что Он сегодня уже крестится каким-то крещением. И это не крещение Иоаннова, и это не крещение Духом, да, это понятно, и это не водное христианское крещение, а какое-то другое крещение. Что же это за крещение, которым Иисус крестился, погрузился и ученики должны погрузиться? Причем, заметьте, он берет два термина, чашу, которая внутрь пьется и крещение, когда ты погружаешься внешне в какую-то среду, ты погружаешься и среда вокруг тебя. Это два переживания, которые внутри тебя происходят, это об одном он говорит, но это два таких аспекта, внутренне, внутри что-то ты переживаешь и снаружи, что-то в себя погружаешь, чашу пьешь и сам во что-то погружаешься в какую-то среду. И в Луке, в 12 главе более четко описано, Иисус говорит, огонь пришел я низвести на землю и как желал был, чтобы он уже возгорелся. Об огне каком-то, каком огне говорит Иисус? Крещением, поясняет Иисус, должен я креститься и как я томлюсь, чтобы пока сие совершиться. Да, я согласен, Лука часто брал какие-то выдержки слова Иисуса и объединял их в одно, просто Иисус в разное время это говорил, и Лука, чтобы описать что-то, какое-то учение, мог их просто не хронологически вставлять. Но не в этом месте, потому что здесь как раз-таки выражение огонь пришел я низвести и желаю, чтобы он возгорелся. И крещением, это об одном, он говорит, это связано в греческом тексте, это очень четко видно. Смотрите. Огонь пришел, Болейн, бросить, Эпитэнген, бросить я на землю, и Кайтитхэло, и что хочу, Эй, если Эде уже, Анэптхэ, уже, чтобы он возгорелся. То есть, другим словом, я пришел бросить на землю огонь, и что я хочу? Я хочу, чтобы он уже возгорелся, и дальше он говорит, на всю землю, на всю землю бросить, чтобы все погрузили в этот огонь. Я очень хочу, но я не думаю, что это огонь, чтобы все были сожжены, все, Иисус об этом мечтал, чтобы все были уничтожены огнем там с неба, и все горели вечно, вновь, гений огненный. Но это не мечта Иисуса, вот, на самом деле. Он пришел спасти, да? И дальше он говорит, крещением должен креститься, но в греческом, как звучит, Баптисма де эхо Баптис тхенай. И вот здесь стоит такая частица Д, Д, это частица противопоставления, то есть, она на русский язык переводится так, она не отражена почему-то в синодальном переводе, вот, и, но в греческом она имеет значение а-же-но. Но! Я делал то-то-то-то-то, я хотел делать то-то-то-то, но сделал вот это и вот это. Я подумал, что это вот так, а потом я понял, что это не так. Я пойду туда, ты же, ты же, противопоставление, иди в другую сторону. Д, а-же-но, она связывает, смотрите, она связывает, она говорит о том, что предыдущая мысль, она связана с этой мыслью, и эта мысль, она как бы идет в дополнение и в противоположность предыдущей. Иисус говорит предыдущей мысли, я пришел огонь низвести на землю, я хочу, чтобы он возгорелся, крещением же я, крещением же я пока крещусь. И как там люси страдают до тех пор, пока геос, готу, телевстхе, она до тех пор, пока, до такого времени, пока это все не закончится. Телос, конец, телевстхе означает будет закончено, будет завершено. То есть это происходит по контексту, видно, что что-то происходит уже, и как раз-таки баптистхенай, вот эта неопределенная форма, пассивный залог и аорист, она не говорит о том, что что-то в будущем будет, это неопределенная форма, непонятно как что. Но Иисус говорит, что баптисма де эхо, крещением же я имею, не буду иметь, другое бы слово стояло в будущем времени, эхо, это хексо, буду иметь. Крещение я буду иметь, крещение я буду иметь, креститься. Нет, я сегодня имею крещение, которым я крещусь вообще. Это происходит. Другими словами, Иисус говорит, я уже погружаюсь, погружаюсь, и я хочу, чтобы это закончилось, будет какой-то конец, это Голгофа, смерть, воскресенье, вот это конец будет, апофеоз, когда смерть на кресте произойдет, и там что-то после смерти, об этом подробно не будем. Другими словами, он говорит, я уже крещусь крещением, я уже томлюсь, я уже страдаю, сунехомай, страдаю, переживаю, уже вот это вот крещение производит какие-то во мне переживания. Заметьте, крещение производит страдания. И я им крещусь до тех пор, пока это не закончится. Каким крещением? И выше написано, это же связано, пюр, огонь пришел не звести, я крещусь, и тем крещением, которым я крещусь, вы будете креститься. Я крещусь крещением огнем, и вы будете креститься. Крещение огнем, это крещение страданий, крещение испытаний, Иисус пострадал, Иисус претерпел искушение, испытания и пострадал, это вызвало в нем страдания. Чаша это внутренние страдания, внутренние переживания. Внешнее крещение это внешние тяжелые испытания и тяжелые обстоятельства. Все это связано внутри и извне, безусловно. Но все это крещение, или чаша, которую страдания, которую Иисус и испил. Итак, крещение огнем это крещение испытаний, крещение страданий. Об этом четко написано, Петр пишет. «Возлюбленные огненного искушения, огненного искушения или испытания, для испытания вас посылаемое». Искушение испытания это вообще синонимы. «Вам посылается огненное искушение». Что огненное? Искушение вам посылается. Для чего? Для испытания, для проверки вашей. «Не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в христовых страданиях». Огненное искушение, христовое страдание. Христос первый пострадал, будучи искушен огненным искушением, и вы это будете переживать и не чуждитесь этого. Радуйтесь этим страданиям и испытаниям и огненным искушением. И Петр также пишет, об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущее, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе и явлению Иисуса Христа. То есть золото испытывается огнем, золото становится лучше, его в огонь помещают в огненную среду, и весь шелак выходит, и шелак снимается, и золото становится лучшей пробой. Через огненную среду золото становится идеальным и лучшим. И золото, если оно испытывается огнем физическим, то духовный огонь, которым испытывается мы, наша вера, это различные искушения. Здесь написано, дабы испытанная вера ваша, от различных искушений. Вот, мы видим здесь крещение, крещение нашей веры, погружение нас, нашей веры в различные огненную среду. Для чего? Для того, чтобы мы стали лучше. Все очень просто. И в Коринфинах Павел пишет, ибо никто не может положить другого основания для церкви, кроме положенного, которое есть Христос Иисус. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, солома, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается. И огонь испытает дело каждого. Кто испытает дело? Что испытает дело? Огонь испытает дело. Каково оно есть? Огонь испытает. Испытание, искушение в греческом, да и европейском, это синонимы. Смотрите, Бог не искушает злом, но Бог искушает. Бог искушал Авраама, ключ. Бог злом не искушает, Бог грех не подкидывает, но Бог создает обстоятельства. Дух Святой наполнил Иисуса, и Иисус был, когда он крестился у Иоанна, и он пошел в пустыню для искушения дьявола. Кто повел его в пустыню? Дух Святой. В греческом и Дух бросил Иисуса в пустыню. Дух повел его. Дух подкидывал, Дух Ли Святой подкидывал искушение Иисуса. Нет, дьявол. Искушал злом Иисуса, дьявол. Но для испытания, для искушения обстоятельствами, к дьяволу рядом, в среду противостояния дьяволу, повел его, кто Дух Святой и Господь. Так вот, огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. Испытание, искушение. У кого дело, которое есть, устоит, тот получит награду. Заметьте, мне говорится про вечный огонь какой-то. Здесь вот в этой жизни, потому что дело должно устоять, огонь испытает, а потом там ты получишь награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Церковь, люди, вот кто-то на основании Христа Иисуса строит там церковь из драгоценных камней или сены и соломы и тому подобное. Об этом не будем говорить. Но это все будет испытано. То, какое учение, то, как мы живем, то, что мы практикуем, мы сами будем испытаны. Огнем испытаний. Итак, крещение огнем – это испытание. У Иисуса крещение огнем началось, когда Он крестился духом. Да, Иисус всегда имел дух святой, да, но Он показывал нам пример, об этом тоже глубоко у Него. И Он крестился водным крещением, дух Божий сошел на Него. Иисус в силе Духа Святого, в Духе Святом, пошел в Духе Святом в пустыню, в силе Духа Святого вышел из пустыни. Смотрите, Он был крещен Духом Святым и сразу пошел для искушения дьявола. И потом вся жизнь была Его испытанием, огнем-огнем, искушениями различными. И потом, в конечном итоге, нападками различными Его предали, Его распяли. Когда Он умирал на кресте, было сильное искушение сойти с креста. Это была пафиоз, кульминация вот этого огненного искушения. Но Он исполнил волю Божию, не сошел с креста, умер. Потом был воскрешен. Жизнь Иисуса была жизнью наполнения Духом Святым, когда Он наполнился Духом Святым и ходил в Духе Святом. Но также Его жизнь была крещением и погружением не только в Дух Святой, а в огненные испытания, которые при помощи Духа Святого Он проходил. И все испытания Он прошел, не согрешив нигде. То же самое у нас, то же самое. Христовые страдания. Мы, принявшие Духа Святого, должны ходить в Духе Святом, но мы, наполненные и крещенные Духом, будем проходить через крещение огнем, крещение испытаний, участвуя в христовых страданиях. Когда искушение будет приходить в нашу жизнь, испытание трудностей, страдания за имя Христова будут приходить, но мы должны все преодолевше устоять. Поэтому вот что такое крещение Духом. Друзья, Христос умер на кресте. Христос был распят на кресте, Он забрал все твои немощи и болезни. И немощи это твои слабости. Когда приходит искушение, и ты слаб, не можешь противостать, помни, Иисус слабости твои немощи забрал. Когда приходят трудные обстоятельства, и ты немощен, что не можешь решить эти обстоятельства. Приходит какая-то нужда, беда, тяжелый какой-то рок. Ты немощен, ты слаб. Иисус забрал твою немощь, Он стал немощным вместо тебя и дал тебе силу. Помните, в Псалме 21 написано, что я пролился, как вода, сила моя иссохла. Они бросают жребия обо мне, видно мои ребра. И смеются надо мной, и пронзили меня, да, там, в бок. И Иисус говорил, что иссохла сила моя. Иисус, будучи сильным и мощным, Он отдал свою силу тебе, до этого взяв на себя твою немощь. Обмен произошел. Он забрал немощь и слабость, дал силу. Поэтому в искушении ты сможешь устоять. Павел пишет четко. А вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Другими словами, приходит сильное искушение. Желание согрешить, все бросить, сдаться, отречься и тому подобное. Помни, это не больше той силы, которую дал тебе Бог. Это человеческое искушение. Бог не попустит тебе быть искушаемым сверх сил. Но при искушении даст тебе облегчение, чтобы ты мог все это перенести, противостать и выйти из крещения огнем победителем. Христос воскрес, чтобы ты имел силу всем благословению. Пишите ваши комментарии.